Лежал на печи, не стал голосить, ой, их все нет и нет, как и снял, так все и не доберет, как и прожил до 18 лет. Кажется, что русскую народную сказку о ленивом Емеле, который только и делал, что лежал на печи, а потом вдруг взял, да и выловил щуку, исполняющую желание, знают все. Сюжет довольно незамысловат, а главный посыл сказки еще проще. Чудеса случаются, но твое личное счастье зависит только от тебя самого. Именно эту важную мысль и постарались донести до зрителей спектакли по щучьему велению, примера которого прошла выходные в Щелковском театре. Почему бы не окунуться в русскую и славянскую культуру, языческую культуру, потому что она, грубо говоря, забыта, что очень, собственно говоря, грустно, потому что свою культуру нужно знать. Во-первых, она очень древняя сказка, неизвестно, когда она появилась и как много она интерпретировалась. Спектакль теперь в постоянном репертуаре Щелковского театра. Сказка по щучьему велению рассчитана не только на детей, но и на взрослую аудиторию, ведь здесь затрагиваются довольно серьезные темы. Например, правильный выбор спутника жизни и, как следствие, удачная женитьба. Сказка замечательная. Мы ее собрали из нескольких произведений. То есть, можно сказать, что она написана нами, собрана из трех или четырех сказок. Потому что нам хотелось найти все-таки мораль, которая, как мне кажется, здесь за час действия в некотором смысле имеет место быть. На премьере спектакля по щучьему велению присутствовало множество детей, а также их родителей. И, судя по громким овациям и частому смеху в зале, зрителям увиденное понравилось. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.